Санитарно-эпидемиологическая ситуация В следующей неделе ни одного случая не выявлено в 15 районах республики. Обращаю внимание на столицу республики, в котором непосредственно по сравнению с прошлой неделей характеризуется определенного рода повышением количества выявленных случаев. Это связано прежде всего с тем, что у нас достаточно большое количество сегодня снятых ограничительных мер, которые связаны как с посещением детьми, так и взрослых различного рода мероприятий, в том числе и учебных заведений. В связи с чем, еще раз обращаю внимание на то, что ограничительные меры, установленные указом главы республики Сахая-Якутия, направленные на снижение, на нераспространение новой коронавирусной инфекции в республике, являются действующими. Остается в целом действующим по республике Сахая-Якутия масочный режим, соблюдение социальной дистанции. В связи с чем, обращаю внимание на необходимость в обязательном порядке при проведении массовых мероприятий проводить лишь только их в учреждениях культуры. При проведении массовых мероприятий учреждения культуры должны быть заполнены не более чем на 50%. Данное ограничение позволяет нам с вами держать текущую санитарно-эпидемиологическую обстановку в стабильной ситуации. Лаборатории республики продолжают проводить соответствующие исследования. За сутки лабораториями республики проведено 2122 исследования на новую коронавирусную инфекцию. Всего с начала пандемии с 17 лабораториями республики проведено 962 640 тестов. На настоящий момент достаточно активно в республике идет вакцинация. На 26 февраля 2021 года получили первую вакцину 41 478 человек. В том числе за сутки вакцину получили 2 996. Почти 3 тысячи человек. Сегодня необходимо обратить внимание, что активно идет вакцинация в Якутске, Валданском, Верхневилюйском, Вилюйском, Мегино-Кангаласском, Нербинском, Татинском, Ус-Алданском и Хангаласских районах. Необходимо, соответственно, более активно проходить вакцинацию в районах Вилбанабарском, Верхнеколымском, Момском, Нижнеколымском и Ус-Алданском районах. Мы понимаем прекрасно, что вот это вот снижение, меньшее количество вакцинаций по ряду северных районов связано и с логистической доставкой вакцины. Но необходимо обратить внимание, что это важно. Важно сегодня пройти вакцинирование для того, чтобы снизить риски и чтобы в конечном итоге все-таки прийти к снятию ограничений и режима повышенной готовности, который действует на территории Республики Саха-Якутия. Основной задачей, которую сегодня поставил глава Республики Саха-Якутия перед оперативными штабами районов Республики является продолжение соблюдения ограничений, установленных указом главы Республики Саха-Якутия, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции, а также вакцинирование пожилых граждан. Уважаемые жители Республики Саха-Якутия, одной из основных задач является, конечно же, сохранение наших семей в полном объеме от старших до бабушек, от дедушек и бабушек до маленьких детей. Сегодня более всего новой коронавирусной инфекцией подвержены пожилые граждане. Поэтому сохранять нужно прежде всего пожилых. Поэтому как вакцинирование, так и соблюдение всех норм, которые существовали, должно относительно них соблюдаться. В связи с чем я призываю сегодня достаточно активных граждан, у которых есть желание, поздравить, возможно, своих бабушек, мам, дедушек и мам с наступающим 8 марта. Или просто встретиться. Все-таки помнить всегда о мерах ограничительных, которые действуют. И помнить о том, что эпидемия еще не отступила. Кроме того, при проведении мероприятий, которые организуются органами местного самоправления, органами государственной власти, помните о соблюдении масочного режима. И помните, что для граждан 65 лет и лиц, страдающих хроническими заболеваниями, установлен режим самоизоляции. Ольга Валерьевна, спасибо.